Девушки отдыхают Снова есть Даг и Тони Пойдем-ка лучше в другую сторону Девушки отдыхают Там были монголы Я очень давно изучал историю Востока, Тони Но... Если меня не подводит память Это символ великого хана Чингис Хана Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Автор сценария Роберт Хамна Режиссер-постановщик Соби Мартин Девушки отдыхают Хватит! Мои люди иногда жесткие Но это жесткие времена Я принц монголов И им причиняет больный достаток уважения ко мне у незнакомцев Вы Чингис Хан? Чингис Хан умер Это известно всему миру Я Бату Внук и законный наследник Мантия Чингис Хана принадлежит мне Но я сделаю с ней то, что не мог сделать он Я покорю мир Азия, Европа Будут раздавлены моими монголами Сейчас твой друг не должен тебя волновать Ты много нам расскажешь Это будет легко или трудно? Форт и его оборона Мы сможем пробить его стены? Предупреждаю Терпение не является нашим положительным качеством Мы путешественники Мы издалека Я ничего не знаю о форте Ты меня разочаровал А выглядишь как разумный человек Я не смогу помочь, даже если захочу Ты европеец Ты должен быть вместе с Марко Поло Марко Поло? Я не знаю, о чем вы говорите Мы не знаем, что такое мягкое обращение Ты поступишь разумно, сказав нам все, что знаешь Еще 13-й век Вторая половина Восточный Китай Или Монголия Монголия в 13-м веке Чингисхан Золотая Орда Образование Монгольской империи Установите точное время Посмотрим, с кем точно мы имеем дело Энн Извините, я не могу смотреть, что они с ним делают Энн, если мы хотим вытащить их оттуда живыми, то мы не сможем сделать это без тебя Сигнал слабеет И мы теряем контакт Мы его потеряли Это я виноват Никто не виноват, Энн Наш исходный сигнал был недостаточно сильным Я восстановлю контакт Великая победа, мой господин Бату Патруль из форта шел через перевал Мы напали и порубили их на кусочки А европейец был с ними? Да Хорошо Но он ушел с горсткой людей Что? Они отрезаны от форта Все равно, что покойники Ты дурак Ну а теперь Твоя информация становится еще более ценной Я ничего не знаю Ни о каком форте Клянусь, не знаю Ты расскажешь о секретах его обороны И он упадет к моим ногам, так же, как и все остальное Это мое наследство Империя Чингискана должна быть моей И она будет моей Зачем продлевать их агонию И свое этим ложным героизмом? А сада форта длится уже несколько месяцев Их положение безнадежно Мы оба это знаем Скажи мне Скажи мне, как закончить это побыстрее Его слабое место Скажи мне, в каком месте стену можно пробить Я не знаю Хватит У тебя же хватка кузнеца Теперь он сможет говорить только через несколько часов А может и никогда Ты останься Ты идешь со мной Субтитры сделал DimaTorzok Тони Тони Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тихо Вы не монголы? Кто вы? Мы путешественники Путешественники? Да, попали в плен Избежали из агири Бату? Да, если так его зовут Если это случилось, то действительно возможно все Сейчас монголы, наверное, уже гонятся за ними Идите Идите Найдите другой путь У императора Кублай Хана Есть форт на той стороне равнины Я там командую Я Марко Поло Из Венеции Почему вы на меня так смотрите? Я странно выгляжу? Нет Нет, просто Ваша известность идет впереди вас Известность? Моя? Ну да Вы привезли в Европу чудеса Востока Вы известны всему миру Я не был в Европе с тех пор, как отправился на Восток 12 лет назад Кто вы такой? Мы просто путешественники, как и вы Откуда вам столько известно обо мне? Я предположил Я встретился с человеком из Венеции, который служит у Кублай Хана Первый европеец, который изучал Восток И, естественно, я предположил, что весь мир знает о вас Хорошо излагаете Но ваши слова слишком устивы и слишком быстро, чтобы быть правдой Вы же путешественник И знаете, что правду иногда очень сложно растолковать Иногда даже сложно принять Но единственную правду, которую вы можете принять, Марко Поло, это то, что мы ваши друзья Да, вы действительно хорошо излагаете И это то, что венецианец может оценить Монголы приближаются Идут по их следу Ваш друг может идти? Да, я ему помогу Думаю, что нет Жаль, что ваше путешествие закончится здесь Постойте Вы не можете нас бросить Ваш друг не сможет быстро передвигаться Вы его бросите? Нет Я так и думал Преданность — это роскошь Но я не могу позволить себе роскошь в данный момент Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично Мне не нравится быть такой приманкой Давайте не будем ссориться по поводу успешно проведенного маневра Будет еще достаточно неуспешно, чтобы поволноваться К тому же теперь у нас есть лошадь для вашего друга Мы сможем довезти его до форта Воспоминания о пытке не исчезнут полностью И боюсь, что боль тоже Ты все еще не сказала мне, кто ты? Сарит Должно быть еще что-то, кроме этого Сарит, это недостаточно для такой красавицы, как ты Подожди Не уходи Я же все еще болен, знаешь ли Думаю, что ты теперь На пути к выздоровлению Да Ну что? Как себя чувствуешь? Нормально Стал немного повыше Здесь хорошее лечение Да Она красивая, правда? Да, очень Ты звал меня, мой господин Бату? Марко Поло и остальные теперь в безопасности за стенами форта Мы сделали все, что смогли Мы обыскивали селение Я позвал тебя сюда не для извинений, а мбахай Форт слишком силен для нас, чтобы захватить его Но я нашел способ увеличить нашу мощь в 10 раз Принцесса Сарит Но мой господин Если дочка Блайхана будет у меня, я заставлю ее выйти замуж И выдвигать требования станет гораздо безопаснее Все монголы присоединятся ко мне в полномасштабной войне И империя Чингисхана по-настоящему станет моей Но она под защитой стен форта И ты Доставишь мне ее Но господин Стены охраняются Сильно охраняются Мы пытались пробить их несколько месяцев Есть время для силы И есть время для хитрости Я очень нетерпеливый жених Тысячи костров И сколько там монголов собралось, чтобы сломать стены? Ваши укрепления, похоже, прочные И пока выдерживают? Да Но монголы всегда придумывают что-нибудь новое Чего не ожидаешь? Подожди, прошу тебя Я кое-что должна тебе сказать Друзья, мы бы хотели немного побыть наедине Ты не против? Тони Как ты смотришь на то, чтобы забыть об этой небольшой прогулке под луной? А с каких это порта стал наставником бойскаутов? Послушай, я знаю, что Салит красивая девушка Но притормози и вспомни, где мы Мы находимся черт знает где И такие вещи нам недоступны Да, я думаю, ты не прав Почему ты не хочешь признать это? Ты слишком увлекся Разве ты не видишь? Ну только что с того? Я, наверное, должен отказаться от нормальной жизни только потому, что я в 13 веке? Послушай, я не пытаюсь учить тебя жить Вот и не надо Вы мудры в распознавании опасности Они из разных миров Из этого никогда ничего не получится Да Они действительно из разных миров Марко Вы будете шокированы, узнав, что мы с Тони из другого мира? Нет Я не подвержен суевериям, как мои венецианские коллеги Я слишком много повидал в далеких путешествиях Я имею в виду мир в другом времени В будущем или в прошлом Время Кто знает, что такое время? Даже Аристотель была задачей на его природой Вы здесь, я могу вас потрогать Вы в моем времени И вы хотите сказать, что мой друг Иссорит, даже при том, что они из разных времен Могут влюбиться? А разве они не могут коснуться друг друга? Могут влюбиться на этот момент Могут влюбиться на этот момент Я не могу вас потрясать на эту дверь КОНЕЦ 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 Ну, по крайней мере, у нас есть год. 1287-й. Теперь, если бы мы только могли получить точные координаты, в компьютере ничего нет? Нет, точных координат нет. Марко Поло служил у Кублайхана больше 12 лет. Служба проходила по всей территории Китая и Монголии. Это должно было держаться в тайне. Но каким-то образом Бату узнал, кто она такая. Это не просто девушка по имени Сарит, которую похитили. Она принцесса Сарит. Принцесса? Дочь Кублайхана. Я сопровождал принцессу в Венецию для изучения обычаев Европы. Наши караваны дошли только до этого форта. Дальше мы пройти не смогли. Один человек сможет пробраться в лагерь Бату. Так же, как они пробрались сюда. Мне нужна монгольская одежда. Два комплекта. Это должно было быть вашим первым возвращением в Европу. Да. Везли товар, который собрали здесь. Включая дымный порох. Как вы узнали об этом? Взрывчатый порох, разве нет? Нет. Но вы сказали, что это ваше первое путешествие. Да, так и есть. Тогда у вас должен быть порох. Я знаю, что он есть. А если он есть? Я смогу использовать его, чтобы вернуть Сарит. Использовать? Как? Как оружие. Шум и дым, как отвлекающий маневр. Оружие? Да. Речь идет о ее спасении или потере. Я дам вам монгольскую одежду. И дымный порох. Ты все еще можешь вернуться в форт, если хочешь. Я думал, мы здесь, чтобы сделать работу. Я сам могу ее сделать. У меня в этом личный интерес. И чего же здесь личного? А может получится так, что я нашел здесь то, что меня заинтересовало? А может получится так, что ты просто пытаешься убедить себя в этом? Может быть. А может быть и нет. Все, что я знаю, так это, что я первый раз подумал, что, может быть, это не самый худший вариант, если я не вернусь в тоннель времени. Они, наверное, слишком сильно растянули тебя на той дыбе. Я могу подумать и о более худшем, чем проведение оставшейся жизни здесь. Это наваждение, Тони. Тебе нужно как-то встряхнуться, чтобы вернуться в реальность. Вспомни все, через что мы прошли. Все, что происходит с нами здесь и сейчас, это все в прошлом. Сарит. Марко Поло. Бату. Они все умерли. И они мертвы уже 700 лет. Ты ошибаешься, Даг. Мы находимся здесь и сейчас. И так происходило всегда. Это ты ошибаешься. Послушай. Сарит не существует для нас. Наша реальность в 1968 году. Наша настоящая жизнь находится в комплексе туннеля времени. А если нет? Что остановит меня, если мне придется жить здесь и сейчас? Даже тогда у тебя и Сарит ничего не получится. Почему? Из разных миров. Из разного времени. В конечном итоге вся эта ерунда исчезнет. И ты поймешь, что у вас обоих нет ничего общего. Может ли быть, что Тони действительно влюбился? Это невозможно. Симпатичная девушка. Опасная обстановка. Это просто романтический порыв. Мы снова теряем их сигнал. Они исчезают. Мы их потеряли. Знаете, я думаю, что Тони действительно влюбился. Нащупай сигнал. Попробуй их переместить. Может быть, не надо? Ну, я о том, что если он... Что если он нашел кого-то, с кем будет счастлив... Ну, то есть, по-настоящему счастлив. Может быть, мы не имеем права лишать его этого? Ты должна поесть, моя принцесса. А то будет нехорошо, если моя будущая невеста сильно исхудает. Я лишусь уважения среди своих соплеменников. Что они скажут? Если подумают, что я питаюсь хорошо, а ты нет. Чтобы лишиться уважения, его сначала нужно заслужить. Я это одобряю. Одобряю. У тебя есть характер. Мне это нравится. У невесты-вождя монголов должен быть характер. Да, характер некоторый. Но не настолько сильный. Я ещё знаю иadia гипер. У меня нечисли. Ужатый. 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 За ней! Верните её! Я знала, что ты придёшь за мной. Знала. И потому не боялась. Какие-нибудь возражения есть? Даже если бы и были. То это изменило бы что-нибудь? Нет. Это не первый раз, когда дружбе приходит конец из-за симпатичной девушки. Нет. Но первый раз это будет из-за девушки, которая никому не достанется. Ну что? Мы не смогли поймать их. Принцесса вернулась в форт. Ты никчёмный болван. Она же ключ к моему объединению всех народов Монголии в одну непобедимую армию. Я так долго мечтал о воссоздании империи, которая будет моей. И мечты о завоевании не могут умереть так просто. Мне предначертано судьбой сделать это. И я это сделаю. Я верну эту девушку. И я уничтожу этот форт. Иди. Иди и вышли всадников. Скажи им собрать всех воинов Монголии, которые хотят сражаться вместе с Бату и получить свою долю трофеев. Иди. Отклонение времени усиливается. Вот. Снова есть контакт. Монгольские всадники. Их тысячи. Рэй. Насколько сильный контакт с этим временем? Довольно сильный. Хватит, чтобы отправить какую-нибудь артиллерию в этот форт. Отправить пушки? Именно. Пушки и снаряды. Нет. Вы говорите об отправке нескольких тонн техники, генерал. Туннель с этим не справится. А несколько минометов и двойприпасов к ним, чтобы отбить атаку. Это максимум 400 килограмм. Все равно не думаю, что мы справимся. Рэй. Этот форт, Тони и Дак, они не выставят без нашей помощи. Надо сделать все, чтобы отправить им это. Они собираются уже несколько часов. Как думаете, сколько осталось до атаки? Да в любой момент может начаться. И я бы сказал, что преимущество на их стороне. Давай, Рэй. Наши пространственные временные координаты должны быть сместились. Без артиллерии у них нет шансов. Добудьте с компьютера всю информацию. Мы должны настроиться точно и попробовать переместитель в безопасное место. Да, сэр. Батрус снаружи собрал целую армию. Я видел их в окно. Ты не можешь оставаться здесь. Я скажу Марко Полу. Должен быть какой-то способ, чтобы уехать отсюда. Мне нравится, что ты беспокоишься. Приятно видеть твою заботу. Нашла где они? Нет. Но в своих мемуарах Марко Полу упоминает форт в монгольской провинции. Это Чахар, которым он однажды командовал. Чахар, ты понял, Рэй? Вводи эти координаты с нуля. Нет, подожди. Переместить Дага согласна. Но скажу еще раз, что у нас нет права забирать оттуда Тони. Если он нашел свое счастье, то кто мы такие, чтобы отбирать его? Не говори глупости, Тони один из нас. Он отсюда. А девушка из 13 века. Из этого никогда ничего бы не получилось. И вы оба в этом уверены? А я была не уверена настолько, что запросила у компьютера информацию о Сарид. Данные довольно поверхностные, но кое-что мне удалось узнать. Она была единственной дочерью Кублай Хана и вышла замуж за темноволосого, бледнолицого чужестранца, который прибыл откуда-то издалека, в 1287 году. Да, не все темноволосые. Да. Но у всех ли светлая кожа? Никто ни на ком не женится, если мы не поможем этому форту. Это Бату. Под флагом переговоров. Приведите его в мою комнату. Приветствую тебя, Марко Поло. С миром? Или с войной? С миром? Мне будет очень жаль, что столько храбрых людей погибнут сегодня. Мне тоже будет жаль. Так давай обойдемся без кровопролития. Я гарантирую безопасность всем в этом форте. С одним условием. Сарид. В твоих руках тысячи жизней. Нет. Мы отобьемся. Мы будем драться. Тебе приказывают бездомные странники? Мне приказывают Кублай Хан. И моя совесть. И твоя совесть говорит тебе, что все твои люди должны умереть, когда они могут жить? Если отдадите ее, ты лжешь. Ты все равно попытаешься бить нас. Ты клянешься, что никто не пострадает? Даю слово. Да. Но сдержишь ли его? Какое слово дал ты Чаднисхану? А своему отцу? А своим братьям? Ты нарушил его, как только это стало тебе выгодно. Это слово ты тоже нарушишь. Ты прав, Марко. Его единственная цель – завоевать Азию и Европу. И потом остальной мир. Если откажете мне, все, кто находится по эту сторону стен, умрут. Тебе отказано. Так тому и быть. Приготовиться. Стреляйте. Стрела никогда не остановит эту атаку. И мы ничего не можем послать им в помощь. Ты еще не настроилась для переноса? Это был приказ. Я хочу вытащить оттуда Дага и Тони. И хочу сделать это побыстрее. Да, генерал. Поступают данные. 1, 2, 8, 3. Хорошо. Градиенты точного времени и местонахождение выравниваются. Наш сигнал начинает усиливаться. Градиенты точного времени и местонахождение выравниваются. Стрела практически. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они отступили до перегруппировки и будет новая атака И на этот раз еще мощнее Я знаю Сдаться мы не можем Отступить не можем Остается только драться Даг Во время драки Спасибо, что спас мне жизнь Если спасешь человеку жизнь, то несешь для него ответственность Помогаешь ему, даже если он не хочет слушать то, что говоришь ему Ты говоришь о Сарид? Да, Тони Неужели ты не понимаешь? Я думал о туннеле То, о чем я говорю, не имеет отношения к туннелю Все имеет отношение к нему Не то, чтобы я передумал или не знаю, чего хочу Но туннель, хочу я этого или нет В любой момент может забрать меня отсюда Вот именно И ты с этим ничего не сможешь поделать Так что, если ты действительно заботишься о Сарид Ты можешь поступить честно, попрощавшись Да А как же честь? Долг Я должен забыть? Служба, это честь? Какой еще долг? Долг перед твоим отцом Мой отец Он думает только о своей армии и империи А также и о тебе Дочь императора не может следовать зову сердца Почему нет? Пусть Кублайхан обращается за помощью к своей империи Сыновьям Они за один день займут его трон А ты? Думаешь, что можешь бросить вызов своей судьбе? Сарид, послушай меня Ты принцесса Китая Ты единственная дочь Кублайхана Твоя судьба — выполнять долг перед своим народом И не думать о себе Я видел твою нерешительность, когда Бату предложил пощадить Форд, если ты уйдешь с ним Я думала о моем чужестранце И нисколько об остальных в этом форте И о них тоже Вот видишь, моя дорогая Ты не сбежишь от своей судьбы Подумай о тех, кого она сделала твоими подданными Кублайхану нужно, чтобы ты вышла за кого-нибудь замуж Это пойдет на пользу его народу Ты можешь колебаться Но никакое чувство внутри тебя не заставит тебя забыть кто ты и что должна сделать Почему ты так уверен? Что не забуду Ты сделаешь то, что должна Ты в порядке? Мы можем не отбить следующую атаку Марко Поло говорит, что всегда есть надежда А надежда есть? Не важно, что случится Нам все равно придется попрощаться Да, ты прав Все равно придется попрощаться Я дочь Кублайхана И мне не подобает забывать об этом Даже на такое короткое время Никто из нас не должен был забывать Но мы забыли И вместе провели время Мы не починим эту стену вовремя Надо удвоить количество людей Могло быть и хуже Мы лишились части северной стены Но у нас все еще достаточно людей, чтобы держать оборону Да, но как долго? Нам ничего не остается, кроме как сражаться Пока нас всех не убьют Бату не оставил нам выбора А что если мы попробуем победить? Попытаемся подавить их атаку до того, как они дойдут до стен Как? С помощью магии? Да, вроде того Дымный порох у вас в кладовой Да он не причинит вреда Это для фейерверков, парадов, праздников Если не смешать его вот с этим А что это? Это превращает дымный порох во взрывчатку Настолько сильную, что монголов просто снесет лошадей Мне нужны все кувшины для воды, которые сможете найти Что это? Это селитра Со скребли со стен подземелья Там, откуда мы прибыли, это называется по-другому Нитраткалия И это остановит монголов? Замертво будут падать Один кувшин на лошади всадника? Марко, если правильно смешать То один такой кувшин остановит 30 или 40 всадников Это невозможно Когда я первый раз увидел фейерверки из дымного пороха То был удивлен, как они трещали и хлопали Я улыбался при мысли о том, как они развлекут моих земляков Но чтобы один кувшин убил 40 людей за один раз Предпочитаете, чтобы эти монголы убили нас? Нет Я сам помогу наполнять кувшины Прекрасно Хороший сильный сигнал Можем попробовать перемещение через несколько минут Генерал Я говорю, скоро можем попробовать перемещение Самодельные снаряды Они, наверное, будут взрывать их самодельными фитилями И у них ничего не получится Фитили не сработают и ничего не взорвется Есть кое-что, что я просто ненавижу Это смотреть, как простаивает крутое оборудование Мы должны послать им что-нибудь Генерал, вы же видели, что случилось, когда мы попытались Да, но на этот раз надо послать что-нибудь гораздо более легкое Что-нибудь не больше 40 килограммов Соедините с оружейной Оружейная? Это генерал Кирк Мне нужно два ящика детонаторов И я хочу видеть их у пульта управления как можно быстрее Катапульты на месте? Да Один маленький вопрос У нас есть чем запустить И что запустить? А как мы их подорвем? Короткими фитилями и молитвами Наверное, получится Должно получиться Ты готов, Энн? Отправляем В чем дело? Они весят половину миномета с боеприпасами Теоретически они должны переправиться Энн, какие у тебя данные? Энн, энергетический и пространственный временной градиент больше трех Они должны все вновь Техники, быстрее сюда Брось выключатель Но не потеряй настройки Дага и Тони Подожди там на вышке Не трогай ничего Чисто? Чисто Хорошо, продолжай Все снова работает Подключаем схемы Быстрее Готово Хорошо Отправляйте Наверное, они настроились на Настоне Они знали, что именно нам нужно Все получится Давай Давайте еще Сегодня мы все закончим Прямо сейчас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Энн Перемещаем В чем дело? Ответный сигнал плохой Они застыли во времени Если мы не переместим их в течение нескольких секунд, они сгорят заживо Можете вернуть их туда, где они были? Попробуем Обратный ход Нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мда Как я и ожидал Игрушки Обычные игрушки Да Простые Конечно же простые Такая суета Такая суета из обычной магии Слушайте меня, путешественники во времени Это я, Мерлин Самый могущественный волшебник Приказываю вам По моему сигналу вы покинете дыру во времени И предстанете здесь передо мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да Добро пожаловать, джентльмены Добро пожаловать Домой Смотрите дальнейшие фантастические приключения В туннеле времени ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА